Здравствуйте, меня зовут Юлиана Шмегельская. Сегодня я вам проведу устную экскурсию по музею Алексея Николаевича Толстого. Включай. Дом музея Алексея Николаевича Толстого. Музей находится на улице Фрунзе, 155. Здание построено в 1880 по 1882 годах. По заказу отставленного штабс-капитана А.И. Венера. Он состоял из четырех пятикомнатных квартир, по две на каждом этаже. В 1899 году стал собственностью А.А. Бастрома. До 1918 год. Дом стал коммунальным жильем. Музеем стал 18 июля 1976 года. По приказу Кульбышевской советской власти. В залах представлен материал по периодам жизни Алексея Николаевича Толстого. Самое известное произведение Алексея было «Буратино». Остальные его произведения набрали не меньшую популярность. К примеру, романы «Сестры. Черное золото». Мне очень понравилось посещение музея Алексея Николаевича Толстого. Я бы хотела сходить туда еще раз, чтобы побольше увидеть и узнать нового и интересного. Вопрос. Есть ли в Самаре памятник «Буратино»? Да, он есть на входе в музей. И в самом музее. Памятник-то бронзовый и нос все время блестящий, потому что все люди, кто приходят, считают своим долгом обязательно дотронуться до этого носа. А дети все стараются к этому носу приложиться для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Почти «Буратино». Сюжет «Буратино» и сюжет «Буратино». Это совершенно разные книги. И Толстой заложил под каждого персонажа золотого ключика конкретные типажи, персонажи людей, живших в то время рядом с ним, вплоть до политических деятелей. То есть это будет услышать интересно и взрослым, и детям узнать сюжет и написание вот этой сказки на своем уровне. А в Самаре где-то есть прототип каморки Папы Карла. Даже такое есть? Да, даже такое есть. В 155 причем Толстой писал, если некоторые авторы пишут о вымышленных, либо там где-то что-то услышали. А в каждом герое этого рассказа находится на встрече людей, то есть характерные очертания его людей, которые ухажали в то время. То есть он писал про хорошо знакомые ему вещи. Несмотря на то, что он был в каком титуле, Елена? Его мать добилась, чтобы ему все-таки присудили графский титул по отцу. То есть граф Толстой? Да, граф Алексей Николаевич Толстой. Ну, все свое детство он провел, в общем-то, с простыми детишками, быт крестьян, очень хорошо знал. А в Самару приехал только уже в подростковом возрасте. А почему приехал? Потому что, чтобы поступить в Самарское... Смысле? Реальное. Реальное училище. Но его сюда не приняли, и он сначала поступил вдруг в Казанское. В Сызранское. В Сызранское. А потом уже оттуда перевелся в Самарское. В музее, комната Алексея Николаевича Толстой, самая большая спальня. Чтобы у него там находится кровать, письменные принадлежности, шкаф с книжками. А, он любил фотографировать. У него на столе лежит прототип древнего... Не древнего, а давневшнего фотоаппарата. Он любил ее фотографию. То есть, он фотографировать любил, и книжки писать, как и ты. Ты тоже книжки любишь? Да. Я хотела спросить, тоже книжки. Да, у нее есть сказки, которые она сейчас перепечатывает. То есть, они написаны от руки, она сейчас перепечатывает. О! Ну, это пробный вариант, я так понимаю, да? Вот. Твоя уже книга. Интересно. Пока сделана от руки. Написано в втором-третьем классе. Ну, здорово. Потом оформишь красиво, и принесешь к нам в клуб. Мы дадим почитать. Вообще, Алексей Толстой, значит, имел огромный фактический материал, и все его произведения, они рождались как бы из жизни. Вот, кого он видел, с кем общался, значит, в каких событиях участвовал. Но его многие элементы произведения, они актуальны и сейчас. Например, вот «Страна дураков», да, вот. Она же, вот и сейчас... А его все произведения можно делать в проекте на нынешний день. Да, вот его произведения очень хорошо проектируются на сегодняшний день. Любое причем. Любое. А скажи, пожалуйста, вот Лев Толстой и Алексей Толстой, они каким-либо связаны или нет, по-моему, не знаешь? Ну, знает, знает. Там же был один граф Толстой, от которого... Петр, да? От которого пошли все остальные. Да, от которого пошли. И граф Лев Николаевич Толстой, он, по-моему... Он дальний родственник, а не приходится все-таки... То есть все толстые. Да, они все родственники толстые. Ну, все родственники, только по разным линиям, то есть и по дальности. Вообще удивительно. Вот эта вот плеяда писателей толстых, она очень сильно повлияла вообще на культуру России. Огромное количество образованных, цивилизованных людей во всем мире считают для себя честью ознакомиться с этими произведениями. Я вот уже сказал, что актуальность их произведений, она, значит, и на сегодняшний день является, значит, очень актуальной. А сейчас я хочу задать вопрос. Кто знает, откуда произошел, то есть графский титул у семьи Толстых? Графский титул? Да. Вообще, в принципе, или именно у Толстых? У Толстых. Трудно связать. Вообще, такие титулы, они присваивались за большие заслуги перед государством. Вот. И я так полагаю, что, наверное, есть первооснова именно такова. Сейчас я расскажу. Графский титул у семьи Толстых произошел от того, что вот самый первый предок Алексея был Петр. Петр Толстой. Он был помощником Петра Первого. И он пошел на один бой, ну, как бой, на одно дело. И за это дело он преуспел, и его наградили графским титулом. А, он там, по-моему, как будто восстание, что ли, прекратил, или что? Или попытку свергнуть власть, ну, что это такое? Нет. Ну, в общем, за государственные заслуги и титул прославлен Петру Первым. За государственные заслуги, да, наверное. За помощь Петру Первому в основке Пестани. Ну, что он вообще вежимирный? Еще есть вопросы? Я могу единственное добавить, то, что, оказывается, ходить по музеям – это не такое затратное занятие. Стоит это буквально совершенно недорого. Там, взрослый билет, там, меньше двухсот рублей стоит, детский вообще меньше ста рублей. Поэтому, причем экскурсию за проведение тоже смешные деньги берутся. То есть это вполне реально пойти на выходной день со своим ребенком на экскурсию в абсолютно любой музей города. Дело в том, что музейное дело во всем мире считается очень важным занятием, очень важным направлением вообще интеллекта человеческого. Вот, существует во всем мире ассоциации музеев, они обмениваются экспонатами, значит, договариваются о перемещении выставок из одного места в другое. Вот, и даже существует такая концепция, как день музеев, мировой день, и в этот день посещение музеев вообще бесплатное. А вы все, наверное, видели фильм «Ночь в музее». Дело в том, что, да, в музеях Москвы и Петербурга есть… В Самаре несколько лет подряд тоже «Ночь музеев» абсолютно открытый, бесплатный музей. То есть это, ну, дело в том, что содержание музеев и поддержание, так сказать, его в рабочем состоянии всегда дело очень затратное. Всем спасибо за внимание. Аудио-экскурсию про Лилаш Мигельска-Нюляна. Приходите в музей Алексея Николаевича Толстого с родителями и одни. Всем пока!